Вот это две грядки клубники, и она заросла у нас, так как у нас не было мульчи. Но нам сегодня мульчу привезли, то есть опилки, и моя задача ее прополоть, хотя я уже один раз в этом году ее пропалывала, но видите, все равно сорняков очень много. Моя задача прополоть ее как следует, и все это замульчировать хорошим слоем, чтобы сорняки не росли, да и ягодка будет чистая, лежать не на земле. Как я это сделаю, я вам сейчас покажу. То есть вот смотрите, было, да, да, только что вам показал. Вот как стало, то есть одну грядку, вот эта, вот эта, которая грядка, я ее обработала, но как я сделала, я не просто опилками замульчировала, а я тут на днях подсмотрела у одной блогерши, женщины, в возрасте уже, видимо, с многолетним стажем, я так понимаю, и я сначала, вот здесь я специально оставила кусочек, не додела, чтобы вам показать. Я намочила картон, вот он сырой, из него, чего хочешь, можно делать, вон она, то есть. И вот я кусочки отрывала, и вот я обделывала вот так вот кустики, это вот лук, который остался с прошлого года, я его, видимо, в прошлом году не заметила, не выкопала, он так и остался, я не стала его вырывать. Пусть растет, буду на зеленуху срывать перышки, ну, тогда я уже начала, ну ладно. И то есть и сверху, после вот этого картона, я начала уже засыпать опилками. Вот на эту всю грядку у меня ушло ровно два мешка, ровно два мешка опилок. Потом уже опилки влажные, это вот еще кусочки не доделала. Опилки влажные, то есть тяжелые мешки, прямо их мальчишки утолковывали очень сильно. Вот два мешка ушло, вот на такую грядку. Зато как хорошо она красиво смотрится. Мне так очень нравится. Я довольна. Все, теперь можно ставить дуги маленькие и сетку покрывать, чтобы птицы не схомячили. На этом все на сегодняшний день. Ну, хотя я пойду еще какие-то дела поделаю на даче.